Взаимоотношения со Святым Духом Благодаря этому курсу вы узнаете, как построить эти отношения и начать общаться со Святым Духом, а также об обличении Святого Духа, плодах Духа и о том, что Он хочет иметь личное отношение с вами. Верю, что этот курс произведет огромные перемены в вашей жизни со Христом. Часть первая. Сошествие Святого Духа. Прежде чем мы поговорим об отношениях со Святым Духом, нам нужно узнать, как Святой Дух сходит на нас с вами. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Евангелие от Иоанна 1, 29. Давайте пропустим несколько стихов и прочтем 32 и 33 стих. «И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Нам известно, что Иисус Христос был агнцем Божиим, и голубь, символизирующий Святого Духа, сошел на Иисуса. Агнец всегда идет перед голубем, а голубь сходит на агнца. Божий огонь сходит на жертву. Без креста не было бы Дня Пятидесятницы. Основанием для сошедствия Святого Духа на нас является крест Христа. Пожалуйста, поймите, ваш голод по Богу, ваша святость и ваше смирение не являются основанием для того, что Святой Дух сходит на вас. Этим основанием является Иисус Христос. Святой Дух жаждет сойти на вас из-за того, что Иисус сделал на кресте. В Евангелии от Иоанна 7.39 сказано, «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус и еще не был прославлен. На них не было Духа Святого». Почему? Потому что они не постились? Или потому что они не молились? Или потому что церковь не была в единстве? Или потому что они не жили в чистоте и святости? Нет. Потому что Иисус еще не был прославлен. Для меня этот отрывок является основополагающим в плане моих отношений со Святым Духом, поскольку я знаю, что Святой Дух хочет иметь отношения со мной лишь потому, что Иисус прославлен в моей жизни. Крест Иисуса и Божья благодать находятся в центре всего остального. Если вы делаете акцент на своих добрых делах или сосредотачиваетесь на своем голоде по Богу или на своем смирении или на своем отчаянном стремлении к Богу, то стройте свои отношения со Святым Духом на шатком оснований. Потому что причиной Его сошествия на нас является Иисус. Основанием взаимоотношений со Святым Духом является крест Иисуса. Я не говорю о вашем отношении к Нему. Я говорю об отношении с Его стороны. Основой Его отношений с вами является крест Иисуса. Дух Святой не был послан на землю до тех пор, пока Христос не был прославлен. Вы не сможете познать Святого Духа лично, если будете строить отношения с Ним на своих добрых делах, своем смирении, своей молитвенной жизни, чтении Библии и своем голоде по Богу. Они должны строиться на кресте Иисуса Христа. Возможно, вы спросите, почему? Почему Святой Дух ждет, пока мы почтим Иисуса и впустим Его в свою жизнь, прежде чем начать общаться и строить с нами отношения? Поймите, в отличие от бесов, которые обитают в нечистых, мертвых, оскверненных местах, Святой Дух обитает в святом месте. И только кровь Иисуса способна превратить ваше сердце в первоклассную обитель для Святого Духа. Святой Дух не живет в гробах. Он обитает в храме. Грех превращает вас в гробницу. Но кровь Иисуса и жертва Иисуса превращают ваше сердце в храм, в жилище Святого Духа. Видите ли, когда вы получили спасение, не только ваше имя было записано в книге жизни, не только Бог дал вам новое сердце и новый Дух, не только Бог простил вам все ваши грехи, не только вы обрели обитель на небесах, но и Дух Святой также обрел обитель, обрел храм. И этот храм находится в вашем сердце. Благодаря кому? Благодаря Иисусу. Его жертве, смерти, погребению и воскресению. Если вы не почитаете завершенную работу Иисуса на кресте, Святой Дух не захочет иметь с вами близких отношений. Он будет пребывать с вами, чтобы привести вас ко Христу, но не будет строить с вами близких отношений до тех пор, пока Христос будет на втором месте в вашей жизни после ваших добрых дел, ваших стремлений и ваших усилий. Это откровение изменило мое отношение к Святому Духу, когда я, основываясь на Писании, осознал, что мои отношения со Святым Духом зависят от моих отношений с Иисусом. Возможно, я начинаю жаждать отношений с Ним из-за своего голода по Богу, своего стремления приблизиться к Нему, но основанием для Его отношения ко мне является Иисус Христос. Во всех четырех Евангелиях описывается, как Святой Дух сошел на Иисуса Христа в виде голубя. Скорее всего, вам известно, что символом Святого Духа является голубь, точно так же, как крест является символом христианства. Леонард Рейвен Хилл сказал следующее. «У голубя на обоих крыльях по девять крупных перьев. Существует девять даров Святого Духа, а также девять составляющих плода Святого Духа. Также у голубя на хвосте пять крупных перьев, которые символизируют пятигранное служение. Перья на хвосте у голубя подобны рулю корабля. Они помогают ему поддерживать равновесие во время полета и двигаться в верном направлении точно так же, как пятигранное служение это делает в церкви, принося равновесие в тело Иисуса Христа». Итак, вот почему Святой Дух сошел на Иисуса в виде голубя. О голубе в Библии впервые упоминается в истории о Ное. Эта история является очень показательной и во многом прообразом нашей христианской жизни. К примеру, точно так же, как Ной укрылся от Божьего гнева, войдя в ковчег, мы с вами укрываемся от Божьего гнева, приходя ко Христу. Ковчег для Ноя — то же самое, что Иисус для нас с вами. Ной был праведным человеком, но его праведности было недостаточно, чтобы спасти его от Божьего гнева. В Библии сказано, что Ной был праведен перед Богом. Он был лучше всех остальных, но его праведности было недостаточно, чтобы уберечь его от Божьего гнева. Ему все равно пришлось войти в ковчег точно так же, как и нам нужно прийти к Иисусу. Всей нашей праведности, наших усилий было бы недостаточно, чтобы умилостивить святого Бога, и потому Он дал нам ковчег. Его зовут Иисус. Входя в него, вы обретаете защиту от Божьего гнева. Еще одно сходство между ковчегом и Иисусом заключается в том, что в ковчеге была всего одна дверь. Так Иисус говорит, «Я есмь, дверь овцам». Иисус — не одна из дверей. Он — единственная дверь к Отцу Небесному. Люди придумали много путей к Богу, но есть всего один путь на небеса. К Богу можно прийти по-разному. Некоторые люди приходят к Богу из-за проблем, некоторые в поисках успеха в жизни. Но если вы хотите иметь личные отношения с Богом и попасть на небеса, есть всего одна дверь, а именно Иисус Христос. Кроме того, что ковчег помог Ною спастись от Божьего гнева, что у него была всего одна дверь, также в нем было всего одно окно. И это окно символизирует Библию, потому что окна в доме позволяют свету с улицы проникнуть внутрь, а жителям дома увидеть, что происходит за его пределами. В ковчеге было всего одно окно. Не много окон, а всего одно. То же самое касается Христа. У Бога есть всего одно окно, через которое мы можем заглянуть в духовный мир и через которое Божие зрение, Божий свет и Божие откровения проникают в наше сердце. И этим окном является Библия. Итак, ковчег не только защитил Ноя от Божьего гнева, в нем не только была всего одна дверь и всего одно окно, но также в ковчег вошла всего одна семья. Семья Ноя. Все члены его семьи вошли с ним в ковчег. В него не вошли ни его дальние родственники, ни соседи, так и во Христе. Когда мы приходим к Иисусу, мы становимся братьями и сестрами по вере, независимо от того, черные вы или белые, низенькие или высокие, умные или не очень. Независимо от своего финансового положения, мы все становимся семьей, потому что кровь Иисуса делает нас единым целым. Но также я хочу обратить ваше внимание на то, что в ковчеге был голубь. Иисус крестит нас Святым Духом. В начале этого видео я прочел вам отрывок о том, как Иоанн Креститель сказал об Иисусе, что свидетельством и признаком того, что именно Иисус был послан Богом, будет то, что на Него сойдет Дух Святой в виде голубя, и Он будет крестить Духом и огнем. В ковчеге был голубь. Иисус раскрывает нам личность, служение и силу Святого Духа. Голубь вылетел из ковчега через окно точно так же, как Дух Святой обращается к нам, наставляет, ведет за собой и обличает с помощью Божьего Слова. Святой Дух является автором Библии, поэтому Он никогда не побудит нас сделать что-то такое, что противоречит Его Слову. Он не проникает в наш храм ни через дымоход, ни через подвал, а проникает в него через окно Божьего Слова. Голубь покидал ковчег трижды. В первый раз, когда голубь покинул ковчег, он не нашел себе пристанище. Это является прообразом Ветхого Завета. Дух Святой не мог почивать на людях и обитать в них, потому что они были нечистыми и неосвященными кровью Иисуса. Иисус еще не умер за них. Во второй раз, когда голубь покинул ковчег, он принес в ковчег свежий масличный лист. Это является прообразом Нового Завета, когда Дух Святой почил на Иисусе, умершем за нас и принесшим благую весть Евангелия, взойдя на Голгофу за наши грехи. И затем голубь покинул ковчег в третий раз. И на этот раз он так и не вернулся. Это является прообразом того момента, когда Святой Дух излился на церковь и с тех пор пребывает с ней и будет пребывать до второго пришествия Иисуса Христа. Сегодня я хочу напомнить вам о том, что основанием сошествия Святого Духа на нас является Иисус. Святой Дух стремится прославить Иисуса. Миссия Святого Духа на земле заключается в том, чтобы прославить Христа. Если Иисус еще не является центром вашей жизни, вы не сможете иметь близкие отношения со Святым Духом. Это будет невозможно с его стороны, потому что он не может почивать на ком-то, кто не прославляет Христа. Его отношения с вами основываются на ваших отношениях с Иисусом Христом. Субтитры создавал Dуха.